ну а мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас продолжаем как же тему туризма сейчас у нас в гостях лариса булина 3 travel блогер а я думаю она больше известна как турдур travel это мой старт и он уже мне кажется уже отходит на второй план а 40 это сейчас мой бренд который я развиваю бренд народный класс давайте с этого и начнем где официально вы получили это прозвище можно сказать я не знаю никнейм или звание это тоже хорошо звучит так меня назвали люди буквально под первым моим роликом нет нет первый ролик был про бешкек и кстати интересно я хочу сейчас переснять этот выпуск потому что три года назад я приехала в кыргызстан и я ничего ровным счетом не знала и первый мой выпуск был естественно про бешкек и по первым же видео людям понравилось и меня сразу начали называть арыкыс я конечно не понимала что это означает но потом уже объяснили да что это сарышка что это светлая девочка ну в общем так маленьких детей называли что это очень такое доброе душевное прозвище и мне конечно очень горжусь что меня так называют и сейчас я сделала из этого бренд лариса скажите пожалуйста последняя локация где вы были о чем был ваш выпуск вот об этом расскажите из кыргызских до последний выпуск из кыргызских это была дунганская свадьба потому что мне стало интересно как именно дунга они празднуют вот такое свое торжество и это был сначала мы были в здесь недалеко от бешкека а потом поехали в каракол и там тоже в поселении дунганском далеко от бешкека снимали то есть это не совсем кыргызские традиции но дунгане это все-таки часть такая значительная часть кыргызской культуры поэтому мне стало интересно как мне кажется прежде всего вас поразила их кухня многообразие блюд да мне понравилось знаете что мне понравилось когда например даже в россии празднуют свадьбы и в кыргызстане также это вот такой банкет где нужно сидеть говорить танцевать а там очень быстро пришел поел потанцевал ушел то есть там вот такая смена гостей а ты не успеваешь уставать как гость и мне кажется и хозяевам так проще и мне очень понравилось что свадьба проходит утром в 12 часов уже все невеста в доме жениха она уже мужа своего супруга и все расходятся по значит по своим делам и весь день у тебя впереди мне очень понравилось да да кстати я тоже недавно проводил первый раз мероприятие к моему удивлению там тостов вообще не было таки играли танцевали за эти столько лет живу я косы не знаю об этом вот следующий вопрос когда я посмотрел ваше видео в кубыру да вы там на лошанке снимаете всех задаете вопрос и подали для меня это было такое приятное новшество потому что до этого я вообще не видел и плюс к этому я вообще не интересовался этим видом спорта да возможно не стыдно будет за это сейчас говорить но все-таки через вас я узнал про мой вид спорта и так далее вообще почему вы решили снять именно этот вид спорта как вы туда попали и какие эмоции вообще получили ну я должна во первых признаться в очередной раз игре кокбуру любви потому что это тот 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 культурологический код кыргыза да который собственно говоря заставил меня приехать второй раз кыргызстан потому что когда я планировал свою первую поездку я помню один парень кыргыз с которым познакомился москве он говорит а вы знаете что у нас есть кубуру я посмотрела и у меня просто отпала челюсть я подумала мне обязательно надо это снять а я приехала первый раз в мае 2021 года и это был не сезон я не смогла найти но я еще не знала я была не так хожа скажем так в культуру и в октябре я приехала уже четко понимая что мне нужно снимать кокбуру это у меня была такая я знаете вот блогерская заветная мечта и когда я увидел это первый раз это действие я поняла что да это соответствует моему темпераменту мне это нравится у меня это вызывает восторг и потом уже пошли аламан улаки в которых я тоже уже на коне ну скажем так принимаем принимаю участие и меня в этой среде тоже знаю вас было сопровождение лично ну да у меня и меня ребята всегда сопровождают там не дают коня у меня уже есть своя форма и я очень горда что я вот в этой субкультуре имею свое место меня всегда представляют там на вот этих больших мероприятиях и вот в этом году еще надеюсь тоже попасть конечно естественно естественно да я кушала именно за скуку да 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 вот к той козой которые играли и вы знаете я знаю что есть очень много противников этой игры и в самом кыргызстане и в россии естественно когда я рассказываю люди ну совсем это другой культурный код они не всегда это понимают однако я стараюсь всегда рассказать именно про происхождение этой игры про философию этой игры что это не это никак не связано с какой каким-то издевательством на животными или варварством что там есть большая такая культурологическая подоплека и когда я об этом рассказываю люди конечно и по-другому уже на это смотрят и очень круто что в кыргызстане это есть вот эти вещи нужно наверное даже как-то и продвигать и ну как-то да как-то нужно это продвигать не забывать эти свои традиции очень круто что кыргызстане есть вы которые вы знакомите с нашими традициями кстати такой вопрос в астане будет пятый игр кочевников планируете ну я скажу так что я и в турцию планировала полтора года назад поехать но не сложилось хотя у меня уже даже были билеты в стамбул не получилось да я очень хочу очень хочу это тоже одна из моих таких заветных мечт пока планируете да планирует отлично главная цель поставлена говоря сейчас о блогинге я бы хотела сейчас у вас узнать ну вообще с чего это у вас начиналась от любовь к блогингу хотя ну я думаю это такое направление если ты этим не горишь все равно у тебя не получится все равно это должна ходить снимать как бы никто же не скажет сейчас хотя существует очень много курсов по блогингу но на самом деле истинный блогер тот человек который любит снимать и говорить у вас тогда это началось когда вы поняли что вы хотите стать блогером ваш первый дзынь с камерой но это произошло не вот по щелчку я уже тоже до рассказывал эту историю я работала продюсером на телевидении собственно говоря бы работала за кадром как вот сейчас коллеги да 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 я работала за кадром и это была довольно такая сложная стрессовая работа стрессовая и я уволилась на таком нервном срыве можно сказать вообще первый раз жизни у меня такая была ситуация я поняла что вот мне надо сейчас хоть куда уехать вот я купила билет в первое попавшееся направление и это оказался велотур по нидерландам и я думаю что там буду делать буду снимать и я взяла iphone и я просто снимала что-то говорила потом я смонтировала выложила на фейсбук и мои друзья очень как-то это приняли тепло я подумала а может быть это мой я не знаю талант миллион лайков может блогерам снега я помню я была 47 комментариев но это было очень круто что я никогда вообще блогерство не имела никакого отношения и очень мои друзья активно отреагировали я подумал но если еще откуда куда-нибудь поеду и что-нибудь уже специально сниму и да меня так вот это увлекло мне понравился сам процесс действительно вы правы этому можно научиться но если у тебя нету внутреннего очень серьезного желания и понимание что это тяжелая работа первые года без какого-то заработка то ничего не получится нужно это осознавать нужно четко идти к этой к этой цели и и относиться к этому как к работе в определенный момент как хобби она не будет работать отлично давайте поговорим о вашем бренде о вашем имидже как она изменилась за период сначала вашей карьеры с нидерландов можно сказать да да и куда вы стремитесь вот какой то вот какая-то работа над имиджем и так далее над брендом вы имеете или вы вот идет и идет нет естественно сейчас уже у меня это обретает формы определенные я конечно каждый раз говорю безмерно и безмерно выражать в благодарность карагастану карагастанца потому что фактически тем блогером которым я сейчас являюсь я стала здесь то есть мой контент самый успешный он из карагастана это такая взаимная любовь у нас произошла вот здесь вот сложно объяснить как это химия свершилась но она произошла и потом уже последнего три года здесь снимая работа в карагастане естественно выстроился бренд и сейчас я создаю свою туристическую компанию которая называется сары к из да у нее есть уже бренд я скоро его презентую есть логотип есть сайт и конечно есть ценности этой компании я позиционирую страну через людей этого практически никто не делает то есть до возят там каньоны озера очень красиво но вот именно вот это позиционирование через культуру через людей мне кажется что это мое но не ноу-хау конечно сложно так сказать но это ваш почерк да это мой почерк и это почерк моего блога и это почерк сейчас моей туристической деятельности это инкам или или как это вообще правильно говорится вы будете привлекать туристов в заграницу там нет все вместе или я уже с прошлого года работаю я привлекаю российских туристов и они приезжают в кыргызстан сейчас мы работаем я на работу в основном с российским рынком кстати класса звучит такой вопрос теперь для тех телезрителей кому интересно вообще где бы отдохнуть нам зимой весной вот подходит сезон да и так далее что вы как профессиональный блогер путешественница подскажите посоветовать сейчас сейчас и ближайшие ближайшую весну да ну знаете для меня конечно сезон вот самый мой любимый сезон в кыргызстане это с мая по наверное октябрь если говорить про зиму то ну естественно это горнолыжки это очевидно есть классные походы конные на сон коль но это для экстремалов это если вы сильно так хотите на я не знаю пересобрать вот свою голову то если на конях три дня идти на сон коль пробивая снег то это очень крутое испытание но она мягко говоря не для всех а весной весной начинаются трекинги и вот в прошлом году но это май правда одно из моих самых любимых мест стало это трекинг и реки каракамыш сарачилек то есть все приезжают сарачилек но мало кто знает что я знаю каракамыш да выходили ли из каракамыша через реки вот в ту сторону нет вот а надо вот это пройти да потому что многие каракамыш да они приезжают на каракамыш или приезжают на сарачилек а вот этот проход два дня это просто невероятная красота особенно если попасть на конец мая цветения диких пионов проход пешком два дня да ну это это easy going ну то есть когда раз климат позволяет да нет там тепло то есть ты идешь там все цветет ты как будто бы в аватарии в каком-то кино путешествуешь это очень круто но я так нельзя да нет нет ни на комокатах не на велосипедах какая фауна вот тогда же говорить цветы какие ну вот там просто плантации диких пионов и очень много других цветочков которых я название не знаю но их очень много и это очень красиво ну уже видеоматериал конечно у меня есть и выпуски и рилсон можно посмотреть на классно на самом деле озеро каракамыш она стала пользоваться популярностью последние только года раньше все ездили в сарачилек потому что ну все понимают что это достопримечательность юга но когда я тоже узнала то что можно вот вот скажем так пешком пройти да 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 то я себе дала обещание что через несколько лет я вернусь потому что в каракамыш мы попали случайно то есть мы узнали от местных жителей то есть то что вот посетите это озеро и действительно там не было людей в то время как сарачилек там очень много было и местных жителей и туристов да 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 в каракамыш там буквально было две-три семьи ну я думаю это интересно и мне кажется с ваших блогов можно взять очень много таких интересных полезных подчеркнуть маршрутов узнать про нашу страну это будет полезно не только нам не только внешним туристом и даже для нас и конечно я бы хотел подчеркнуть что кыргызстанцы очень мало путешествуют да и очень много мне комментариев что лариса вы знаете про нашу сторону больше чем мы это конечно нужно исправлять потому что здесь же все близко ну все объективно все очень близко и выделить там выходные чтобы поехать не забал арчу сходить да там хижину рацика подняться какие-то близлежащие здесь меня тоже есть планы пара них пока не будем места куда вы не ходили еще или планируете только эти не осталось такого нет я думаю что такие есть но мне кажется из самых популярных я уже наверно все посетила все я конечно не было на базовом лагере пика ленина еще пока то есть вот алай да туда я еще пока не ездила в чон алань ездила в алай я была вот ну вас я была во всех регионах у меня большая мечта по и попасть в зердалы в поселок зердалы в боткене я уже практически в прошлом году была одной ногой там но оказалось что это приграничное с таджикистаном территории нужно специальные пропуски и этот пропуск не так просто получить в общем если у меня будет возможность этот пропуск заполучить и обязательно то поеду главное не попадите как забыл как блок блогеры зовут он на три месяца там остался потому что ну обычно я нахожу кого-то из местных да и там уже тоже есть и ободке не было в прошлом году познакомилась с местными очень хорошими людьми которые меня наверное не бросят местные жители это уже один из таких ключевых моментов мне кажется потому что они знают намного больше чем любой туроператор да который скажет конечно говоря вот о вашем о вашей команде сейчас у вас сколько человек в команде и вот вы же самом начале я знаю я вас узнала через отделе это ногой баева знаю что вот он очень поддерживает вас надо рассказывает какие еще с какими еще блогерами вот местными вы вы на связи скажем так поддерживаете и про команду свою расскажите но что касается команды блогерской если то здесь все так скажем не просто потому что практически весь свой блог я сняла сама у меня есть оператор в бишкеке с которым мы снимали классные выпуски например про кубуру ну там видно да сразу операторская работа это уже не такой выпуск как вложек вот как я хожу снимают уже такая более профессиональная работа часть выпусков мы с ним снимали и у меня есть монтажер который на постоянной основе монтирует мне выпуски и опять же к этому я пришла не сама не сразу первые выпуски я монтировала сама и скажу первых наверное выпусков там 30-40 на моем канале это я сама смонтировала вот и это очень круто когда ты умеешь это делать сам значит что ты можешь контролировать работу ты можешь поправлять и ты знаешь что ты хочешь сейчас я очень активно развиваю инстаграм рилсы у меня есть человек который монтирует мне рилсы с прошлого года это тоже большой объем работы то есть иногда снимая иногда мы снимаем вместе я скидывал материал и человек монтирует что-то большая разница в монтаже да есть разница в том что я освобождаю свое время время это очень ценный ресурс и я это стала понимать особенно в прошлом году когда ты понимаешь что ты на рил стратишь на минимум два-три часа на монтаж и конечно нужно кому-то это отдавать это правильно я учусь сейчас делегировать у меня тяжело это получается потому что мне как многим наверно кажется что лучше меня никто не сделает но это не так нужно просто находить людей которые как говорится хочешь лучше сделай сам да но это не всегда это работает до поры до времени мне такой вопрос извините пожалуйста топ-3 место назовите пожалуйста их обязательно посещу их но банально кельсу это сколько раз и не было это всегда замирание сердца это был так а в этом вот тогда сходите каракамыш и реки ольс рычаг пешочком не хочу я два дня пишут нет надо надо когда идешь пешком чувствуешь чувствуешь себя совершенно по-другому голова начинает думать по-другому мыслить по-другому это круто и нужно пойти туда вот где-то 20 числа мая там когда когда все цветет и третье место сложно сказать много красивых мест и если честно даже топ-3 мне нравится очень каньон оксай были ли вот он находится на берегу иссыкули довольно доступный все знают про сказку на практике мало кто знает если честно мне страшно иногда даже вот эти места пиарить потому что я помню в прошлом году я выпустила выпуск про не выпуск а рилс на ю-тубе про алтына рошан и про горячие источники еще год назад там было очень мало людей а в конце августа там уже было не протолкнуться рилс набрал 400 тысяч просмотров я не знаю я ли этому виной или еще часть вы потому что да я и назвала это одно из моих любимых мест в кыргызстане да и пошел рилс и в общем так получилось что сейчас там не протолкнуться к сожалению место уже не имеют свои вот этой вот сказочной идентичности поэтому я даже не знаю как мне сбалансироваться надо этот вам добавлять в ролик такой момент вы можете смотреть но не обязательно ехать я конечно хочу чтобы люди ездили естественно туризм и внутренний должен развиваться обязательно на кельсу каракамыш и оксай ну скажем так да окей отлично побываем тогда каракамыш ты уже была была там я не был и в оксай это волшебное место давайте сейчас мы немного поиграем с вами нужно будет ваше внимание обратить на экран прямо сейчас мы для вас подготовили картинки и и и подготовил да подготовил с помощью искусственного интеллекта мы сгенерировали страны и ваша задача угадать о какой стране идет речь нужно обратить внимание на детали я заображены девушки так вот это похоже на но судя по морю а это очевидные страны да они знаменитостью пользуются у туристов во всем мире ну скажите мне кажется это может быть турция так но я не не уверена но почему я так думаю по заливу который может быть похож на босфор и по вот этим вот в куполам которым часто встречаются в архитектуре турция и вон там где-то завалялся орех это что греция да да греция давайте поговорим да грецком орехе который не грецкий а кыргызский а это был тренировочный хорошо идем дальше такс так так ну здесь что-то похоже но это вышиванка возможно это украина и это может быть болгария потому что здесь собор стоит и такая более европейская история правильно европа это это европа да так но это не болгария это не болгария это румыния близко так это испания вы хотите близко очень это италия очень близко вот панц пошли почти доехали так подождите италия испания приехали туда да и то есть это побережье средиземноморья плюс-минус недалеко это очень сложная игра так ну франция что ли это не очень по есть мире два великих футболиста один из них с аргентиной а другой из португалии португалии идем дальше кстати мне стыдно признаться что я конечно должна была знать потому что я даже примеряла на себя этот португальский наряд так здесь мы видим розу и каньон и красивую девушку не так волосы не расплетали никогда в крыгастане и я не видела но я видела что здесь растут розы но это все таки не национальный цветок его кидают национальную игру в этой стране это испания это испания все верно все верно отлично такс идем дальше ну это турция все верно угадали все так дальше здесь япония понятно пудияма это очевидно ладно идем дальше лариса это была не япония это была япония это япония вы угадали прошлая картинка а вот это у нас корея я предполагаю так южная нет не корея к сожалению не корея это вьетнам так 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 подождите очень близко так 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 что мы видим очень близко к корее маленькое пятнышко в карте мира малайзия нет ладно он утрирует он утрирует вы его слова наоборот воспринимаете а больше большое а это китай да все верно естественно так ну что россия матушка какие варианты вы так идем дальше это италия а вот как вы поняли а ну вот этот пейзаж очень это город я там не была но возможно это озеро кома или что-то похожее не знаю нам просто готовы ответы дали мы просто это италия ну и последняя картинка номина так так это я предполагаю возможно германия все верно я думаю было бы 10 из 10 если вы это были достопримечательность нашей страны это было бы сто из десяти мы вам говорим огромное спасибо за то что вы пришли к нам на эфир возможно у вас есть какое-то хотите что-то сказать нашей стране вы можете прямо сейчас обратиться и сказать то что возможно вы держите в невозможно даем вам открытый микрофон ну я каждый раз заканчивая свои выпуски или заканчиваете интервью я хочу пожелать людям доброты внутри доброго отношения друг другу если есть рядом кто-то обязательно его обнимите прям сейчас зарядите его на хороший день и путешествуйте потому что путешествия открывают нашу жизнь совершенно с другой стороны мы слоган путешествуй и живи проживай каждый раз новую жизнь право 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 ну а мы продолжаем наш эфир и прямо сейчас у нас для вас подготовлен специальный репортаж про клинику эстет оставайтесь с нами